ПУТИН И ПОРОШЕНКО В МИНСКЕ Наступление ополченцев на юго-востоке. Тысяча карателей в окружении. Ядерная кнопка как фактор сдерживания. 65 лет нашей атомной бомбе. Еще раз здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Тема недели» в студии Олег Николаев. Рискну предположить, что главное событие уходящей недели в раздираемой гражданской войне Украине произошло все-таки в Минске. Нет, с географией у меня все в порядке, просто слишком уж важны были минские переговоры в различных форматах для дальнейшей судьбы незалежной Украины. По инициативе президента Лукашенко в столице Белоруссии лидеры Таможенного союза, то есть Белоруссии, Казахстана и России, встретились с президентом Украины. В переговорах принимала участие делегация ЕС во главе с комиссаром по иностранным делам Евросоюза Кэтрин Эштон. Формально основной темой многосторонней встречи была экономика, точнее взаимодействие Таможенного союза с Украиной в условиях ассоциации последней с Евросоюзом. То, что все стороны, ну может быть за исключением Брюсселя, от этой ассоциации понесут существенные потери, было ясно давно. Конкретные цифры озвучил президент России Владимир Путин. Отказ от общих СНГ технических норм и адаптация к стандартам ЕС обойдется и Украине в миллиарды евро. Будут утрачены партнерские связи с государствами Таможенного союза в промышленности, в финансах, в сельском хозяйстве, на транспорте. По самым скромным оценкам, совокупный ущерб только для экономики России может составить 100 миллиардов рублей. Это на первом этапе 3 миллиарда долларов. Под ударом окажутся целые секторы нашей промышленности и агропромышленного комплекса. Со всеми последствиями для темпов хозяйственного роста и занятости населения. Потери будут, конечно, и в Белоруссии, и в Казахстане. Не секрет, однако, что ключевым моментом минских переговоров явилась личная встреча российского президента Путина с его украинским коллегой Порошенко. После громких антироссийских выпадов последнего, многие обозреватели вообще ставили под сомнение саму возможность такой встречи. Но ничего, встретились и даже руки друг другу пожали. С каменными, правда, лицами. А потом два часа говорили с закрытыми дверями. О чем остается только гадать. Через какое-то время после переговоров оба в раздельных интервью констатировали стопроцентное не совпадение позиций по основным обсуждавшимся вопросам. Но сам факт встречи назвали полезным. Цитата. «Я, правда, не знаю, чем это закончится, но, во всяком случае, у нас была возможность еще раз сформулировать наши озабоченности». Конец цитаты. Вообще все, произошедшее в Минске, трудно, наверное, и невозможно назвать прорывом. Но, как говорится, процесс пошел. Конечно, должен отметить, что позиции сторон отличаются, иногда кардинально. Но важно, что все сходились в одном. Надо искать компромисс. Тема Украины, кризиса на Украине, тема встречи в Минске мы продолжаем в беседе с гостем нашей студии Александром Гусевым, директором Центра стратегического развития стран СНГ, Института Европы, Российской Академии и Наук, профессором, доктором политических наук. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Добрый день. Так что мы имеем на выходе Минской встречи? Первое, основное, договорились о том, что будем договариваться. Это принципиально важно. Потому что темы было три основных на Минской встрече. И, кстати, политическая ситуация на Украине была не первой. Первая тема касалась вопросов экономики и, прежде всего, взаимодействия в рамках Таможенного союза Украины. Потому что Украина пока остается членом Содружества независимых государств. И в рамках Содружества действует зона свободной торговли. Сейчас, в связи с тем, что Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом, непонятно, как Украина будет действовать. Мы должны вводить импортные пошлины. Это был первый вопрос. Второй вопрос – это транзит газа в Западную Европу. Он необходим, потому что, во-первых, он необходим Украине. А, во-вторых, он необходим 18 странам Европейского союза. А, извините меня, на носу зима. Поэтому, конечно, это всех сейчас беспокоит. И Россию, и европейские страны, и Украину, конечно, тоже. И вот только третьим вопросом был вопрос, касающийся политической ситуации на Украине. Вот той конфронтации, которая сейчас наблюдается на территории Юго-Востока. То есть договориться удалось о том, что будем договариваться дальше по газу и по таможде. Да, это принципиально важно. Сейчас, на данном этапе, это принципиально важно. Прямо непосредственно перед Минской встречей в Киев приезжала Ангела Меркель. Она говорила, что для Украины федерализация – это единственный выход из сложившейся, в общем-то, катастрофической ситуации. Украинские лидеры теперешние от слова «федерализация» отбрыкиваются всеми руками и ногами. Слушайте, что им не нравится? В конце концов, США, Россия, Индия, Бразилия, Германия, Швейцария – федеральное государство. И ничего, живут. Вы знаете, здесь корень вопроса заключается в придаче статуса государственного русскому языку. Все на Украине сейчас, и об этом неоднократно заявляли. Кстати, заявлял и Порошенко, заявлял и президент России Владимир Путин. Дайте возможность говорить юго-востоку и югу Украины на русском языке. Сделайте, придайте статус государственного русскому языку. Федерализация приведет к разделу Украины и последующему вычленению определенных участков страны из общей федерации. Вот чего не боятся. Порошенко и Путин таки встретились один на один, правда, с закрытыми дверями. Я, честно сказать, не очень понимаю, как такое могло быть, потому что буквально за два-три дня до этого Порошенко в своем выступлении в Киеве говорил, что никакой гражданской войны на Украине нет. Нет, есть отечественная война, есть агрессия. Ну, понятно, чья агрессия. И после этого он приезжает в Минск, они с Путиным запираются в комнате, о чем-то говорят. Я понимаю, что это секрет, но у вас, как у политолога опытного, есть какие-то соображения на тему того, о чем они говорили? Ну, безусловно, обсуждали вопросы главным. Вот здесь, при закрытых дверях, я убежден, что главным вопросом, конечно, был вопрос об урегулировании политической ситуации на Украине. Потому что косвенным образом, все это говорят во всем мире, Россия вовлечена в этот процесс. Мы говорим, что мы не вовлечены в процесс военной конфронтации на Украине. Но, тем не менее, самое главное сейчас, это все-таки остановить военную операцию на Юго-Востоке. В свою очередь и президент России поставил перед Порошенко целый ряд вопросов, касающихся, прежде всего, регулирования политической ситуации на Украине. То есть, это называется обмен мнениями? Абсолютно верно. Самое главное здесь, то, что они были нерукопожатны пока это время, и вот эта встреча состоялась, и действительно все наблюдали. Евросоюз ужасно боится, что останется без российского газа, тем более, что действительно лето кончается. Киев всячески шантажирует, там Диценюк делает какие-то заявления, что, дескать, все, перекроем, закроем, трубу вообще узлом завяжем. Путин дает понять, что ситуация патовая. Европейцы говорят украинцам, ребят, ну перестаньте, в конце концов, давайте как-то этот вопрос решать. Дело в том, что Европейский Союз заинтересован в дружеских отношениях между Украиной и Россией. Они это постоянно подчеркивают. И, кстати, Меркель это подчеркнула. Германия сейчас получает газ за счет северного потока, примерно около 30%, но тем не менее, около 70% идет через территорию Украины, и, конечно, они обеспокоены, потому что им не хватает порядка 25% газа сейчас для обеспечения промышленного производства в Германии. Германия заинтересована, точно так же, как и 17 других стран Европейского Союза. Когда Диценюк, премьер-министр Украины, говорит, вы знаете, мы закроем сейчас вентиль, да, и не будем транспортировать нефть через территорию Украины. Это, конечно, в Западной Европе вызывает недоумение. Не шоковое состояние, а скорее просто недоумение, потому что этого даже теоретически быть не может. Если это произойдет, то Порошенко и Тимошенко, и Ценюков, и еще там господ, их просто сметут в тот же день. Поэтому, конечно, этого быть не может. И Западная Европа будет делать все возможное, чтобы транзит состоял. Чтобы привести их в чувства, так сказать. Конечно, абсолютно. Большое спасибо, Александр Анатольевич. Спасибо вам. Я хочу напомнить, в гостях в нашей студии был Александр Гусев, руководитель Центра стратегического развития стран СНГ, Института Европы Российской Академии Наук, профессор, доктор политических наук. Еще раз спасибо, Александр Анатольевич. Благодарю вас. Спасибо. В самой же Украине уходящая неделя была такой же безрадостной, как и предыдущая. Война и гуманитарная катастрофа на Востоке, разруха без всяких перспектив оздоровления, зимние холода без газа, миллиардные долги и технический распуск Верховной Рады. И все же кое-какие перемены были, а именно существенно изменилась обстановка на фронтах Юго-Востока. Ополченцы не просто перешли в активное наступление, но и отбили более десятка населенных пунктов, вышли к Азовскому морю и установили полный контроль над границей с Россией. В окружении оказались тысячи украинских карателей. Многие сдались в плен или бежали на территорию России. Официальный Киев поспешил объяснить эти перемены широкомасштабным вмешательством России. Ну, как всегда, голословно. Из-за новой волны российской агрессии я был вынужден отменить визит в Турцию, несмотря на то, что там был намечен ряд важных встреч. Западные покровители Бандеровского Киева эту утку тут же поддержали и растиражировали во всех форматах, начиная от желтых СМИ и кончая трибуной Совета Безопасности ООН. Снова заговорили об ужесточении санкций. Конечно, на субботнем саммите мы будем обсуждать возможное ужесточение санкций в отношении России. Мы должны дать понять, что подобная военная поддержка сепаратистов и присутствие русских солдат на украинской территории недопустимы. Самая интересная в этой ситуации реакция на антироссийскую истерику президента Путина. Российский лидер призвал ополченцев к сдержанности и гуманности. Цитата. Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв. Российская сторона, в свою очередь, готова и будет оказывать гуманитарную помощь населению Донбасса, страдающему от гуманитарной катастрофы. Конец цитаты. А гуманитарная помощь восточным регионам Украины сегодня необходима как воздух. В разрушенных киевскими карателями городах и населенных пунктах нет воды и электричества, нет лекарств и медикаментов. Многим людям просто нечего есть. Россия помогает всем, чем может. По самым разным каналам. В авангарде российские коммунисты. Они уже отправили в Донецк и Луганск 12 конвоев с гуманитаркой. И очень важно, что вся она дошла до адресата. Во всем комплексе мероприятий по отправке на Украину гуманитарной помощи разбирался наш корреспондент Иван Жушман. Всероссийская акция КПРФ «Защитим отечественного товаропроизводителя» и жителей Юго-Востока Украины от олигархов, бандеровцев и неонацистской власти собрала по всей стране десятки тысяч людей. В центр Перми пришли люди, неравнодушные к судьбам братьев-славян со всех районов города, в первую очередь коммунисты. В Уфе коммунисты собирали деньги на помощь беженцам из Украины. Самый массовый митинг прошел в Москве. На площади революции, где проходила акция, были организованы палатки, где каждый желающий мог внести вклад в помощь жителям Донбасса. На сегодняшний день более тысячи тонн гуманитарного груза отправлено уже нашими структурами и в Луганскую народную республику, и в Донецкую народную республику. Мы с вами, к сожалению, накопили опыт в 2008 году, когда оказывали такую же помощь Южной Осетии. Тогда мы с вами победили вместе. Победили американцев, которые руками сакашистов хотели уничтожить осетин. Мы отстояли, помогли и победили. Сегодня наша помощь нужна Юго-Востоку Украины. Южная Осетия признала итоги референдумов Луганской народной республики и Донецкой народной республики. На этой неделе федеральная колонна гуманитарной помощи наконец добралась до цели. За этой миссией следил весь мир. Колонна начала движение в сторону украинской границы 12 августа. Затем 280 грузовиков простояли в Ростовской области 10 дней, пока Россия не решила в одностороннем порядке пересечь границу Украины. Этому предшествовали многодневные согласования между Москвой и Киевом, а также бесконечные проверки груза, в том числе иностранными журналистами. В результате Киев обвинил Москву во вторжении, заявив, что конвой въехал без согласия. На следующий день российские грузовики вернулись на территорию России, доставив в Луганск около 2000 тонн продовольствия, воды, детского питания и медицинских препаратов. КПРФ поддерживает Юго-Восток Украины с самых первых дней гражданской войны и еженедельно отправляет туда свои гуманитарные конвои. Эти сложные месяцы, наша Луганщина многострадальная, ее ополчение, ее народ, даже не знаем, как бы выжили, если бы не помощь коммунистов. Потому что эти месяцы практически 80% всей помощи гуманитарной, которая приходила к нам, это была помощь от коммунистов. В Москве больше 200 депутатов КПРФ всех уровней собрались на экстренный съезд, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По скайпу к делегатам обратился вице-спикер парламента ДНР Александр Коффман. Он рассказал о гуманитарной катастрофе, охватившей почти весь Юго-Восток Украины. Необходимо помогать Новороссии. Организована гуманитарная помощь, но ее далеко недостаточно, чтобы не голодали там дети на Украине, чтобы не голодали пожилые люди, чтобы мир установился там, а не было там гражданской войны. Мы считаем, что съезд на сегодня может объявить о том, чтобы патриотический фронт, патриоты всей страны и города Москвы объединились вот в помощи Новороссии, в помощи Украине, остановить войну. На экстренный съезд приехали и депутаты Верховного Совета Луганской Народной Республики. В условиях непрекращающихся боевых действий гуманитарной катастрофы они вынуждены просить помощи и защиты для своего народа. Приехали мы, естественно, из Луганска для того, чтобы обратиться к братскому русскому народу, хотя мы и есть сами русский народ, за гуманитарную помощь. Потому что у нас стреляют, у нас бомбят, у нас проблема. Много погибших. Поэтому нам нужна помощь. Та идеология, которую мы формируем сейчас в Луганской Народной Республике, и идеология КПРФ, они схожи, будем говорить, на 80%. Поэтому это наши, я считаю, союзники идеологические. Поэтому нам с ним по пути, поэтому мы просим у них помощи. Официальный Кремль формирует вторую колонну с помощью для Украины. А из подмосковного совхоза имени Ленина в эту среду ушел 12-й гуманитарный конвой КПРФ. Здесь продовольствие, здесь медикаменты, здесь антибиотики, перевалочный материал, инсулит и многое другое, что необходимо сегодня и на фронте, и в мирном житии. Мы с вами сегодня перевалили через тысячу тонн нашего гуманитарного груза, который непосредственно заходит до ополченца. Продукты питания, одежду и медикаменты собирают штаб по организации сбора гуманитарной помощи жителям Юго-Востока Украины и штаб протестных действий КПРФ. Работы ведутся по всей стране. По дороге к подмосковной колонне присоединяются машины из других городов России. А новосибирские коммунисты организовали автопробег по Сибири и Дальнему Востоку. Собранная в ходе автопробега гуманитарная помощь будет отправлена в Новороссию. Гуманитарные конвои КПРФ и дальше будут отправляться, несмотря на санкции, при любой экономической ситуации в стране и при любой погоде. 130 лет назад император Александр Третий сказал, что у России есть всего два союзника – это ее армия и ее флот. 65 лет назад российский физик Игорь Курчатов добавил к ним третьего, пресловутую ядерную кнопку. Создание атомной бомбы РДС-1 – уникальный прецедент мировой истории, когда появление ядерного оружия обеспечило мир на планете. На момент ее первого испытания, 29 августа 1949 года, западные специалисты считали, что атомная бомба в СССР может быть создана никак не ранее 1955 года. В правительственном постановлении атомная бомба мощностью 22 килотонны и весом 4 тонны 600 килограммов была зашифрована как «реактивный двигатель специальный» или РДС-1. Но в среде разработчиков и испытателей официальная аббревиатура быстро получила очень патриотическую расшифровку – «Россия делает сама». Затраченные на создание атомной индустрии средства были сопоставимы с затратами на Великую Отечественную войну. Самым главным при создании атомной бомбы, как при этом говорили, и самым большим секретом было то, что ее можно сделать. После этого советская система могла мобилизоваться очень быстро, привлечь огромные силы, огромные средства. И очень быстро, фактически, примерно за такие же сроки, как это сделали американцы, ресурсы которых были просто неизмеримы по сравнению с Советским Союзом, начиная, так сказать, от запасов урана и кончая, так сказать, и людским, и промышленным потенциалом, которые можно было привлечь. Но, так сказать, советская система позволила, несмотря на весь дефицит вот этих вот вещей, сделать практически в те же самые сроки. У нас по сравнению с западными коллегами, все было проще, именно потому что был уже ответ, и было понятно, и мы примерно уже и мощный взрыв представляли, вот в отличие от американцев. Проект возглавил Игорь Васильевич Курчатов. Бомба представляла собой многослойную конструкцию, в центре которой размещалось 5 килограммов плутония в виде двух полых полусфер, окруженных массивной оболочкой из урана-238 и взрывчатки. Долго ждали, пока наработаются плутонии. Только 5 августа 1949 года плутоний был принят государственной комиссией. По распоряжению Сталина конструкция заряда повторяла американскую бомбу «Толстяк», хотя электронная начинка была нашей разработки. Внешний вид американской и советской бомбы, они, конечно, отличаются, и наша, причем в выгодную сторону, поскольку определенные доработки проводились, но в основном с точки зрения уже, так сказать, внешних, что называется, атрибутов. Вот эти взрыватели были другого типа, хотя информация американская была получена. А с точки зрения физики процесса взрыва, там было запрещено что-либо менять. И там полностью, так сказать, была воспроизведена американская схема. В ночь с 10 на 11 августа 1949 года была проведена контрольная сборка ядерного заряда, получившего индекс 501 для атомной бомбы РДС-1. После этого устройство было демонтировано и отправлено на полигон. Его, как и у американцев, установили на вышке. Испытание было проведено 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в 7 часов утра по московскому времени. Американцы считали, что мы после Хиросимы и Нагасаки создадим бомбу через 15 лет, а мы ее создали в 1949 году, несмотря на то жуткое положение, которое творилось в стране после войны. Это мой честь и хвала. А ядерное оружие – это, скажем так, инструмент политического сдерживания или политических мускул. Потому что ни один нормальный человек его применять не будет, за исключением тех случаев, когда уже деваться некуда. За успешную разработку и испытание атомной бомбы указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 года орденами и медами были награждены большая группа ведущих исследователей, конструкторов, технологов. Многим было присвоено звание лауреатов «Сталинская премия». А звание Героя социалистического труда – непосредственно разработчикам ядерного заряда, своим детищем, обеспечившим 65 лет мира на планете. Наша бомба показала, что государства наши жизнеспособны, видят перспективу и то, что мы можем адекватно ответить на любые угрозы. Аргументов у нас более чем достаточно. Сейчас у нас очень такой ренессанс в области военно-морского флота. Новые ракеты ставятся, у нас выходят новые ракетные корабли, подводные. Слава богу, что мы не пошли, хоть на это хватило мозгов, не пошли на строительство авианосцев, а мы углубились в подводный флот. У нас серьезная группировка авиационная, ядерная именно, потому что, когда говорят, давайте там делать такой самолет, давайте, Ту-95 устарел, а зачем ему устаревать? Он может выйти на круг, взлететь, встать в круг над аэродромом, пустить свою ракету на 12,5 тысяч километров и сесть назад. У нас серьезная отряда, и наши наземные, и, скажем так, это поля, и шахтные установки, они обеспечивают нашу безопасность. И упаси Господь, если кто-нибудь серьезно возьмется за нашу страну, вот тогда мало не покажется. События последних лет в Ливии, Сирии, Ираке и Афганистане показали, что сейчас Соединенные Штаты не способны воевать обычными средствами. Американцы надувают щеки, у них современной техники много, но сами они в пекло не лезут, стараются вести дистанционные войны. А дистанционная война победы не приносит. Если идет совершенствование оружия, а оно идет, ну, с точки зрения носителей, с точки зрения, скажем так, самих боезарядов, значит, вершины еще не достигнуты. Значит, есть какой-то предел, когда прекращается, скажем так, или видят люди неперспективность развития этого направления, они прекращают. Я не вижу, что даже наметок того, что какие-то есть тенденции для прекращения совершенствования ядерного оружия, а значит, это еще продлится не один десяток лет. Последние четверть века стало модным всячески критиковать советское прошлое. Вплоть до того, что надо бы отказаться от страшного ядерного оружия. Но как бы мы жили сейчас, и как бы с нами разговаривали о событиях в Сирии или на Украине, если бы наши отцы и деды 65 лет назад не создали ядерный щит страны? Но наличие ядерного щита отнюдь не отменяет необходимости совершенствовать и развивать остальные виды вооружений, хотя бы как факторы сдерживания непомерных американских амбиций на управление всем миром. Но главное для защиты собственного суверенитета и права на независимую политику, и внешнюю, и внутреннюю. А для этого нужны средства. А главное их правильное инвестирование. Об этом в сюжете нашего корреспондента Георгия Крысенко. В условиях санкции, растущей инфляции и грядущей рецессии нужно срочно пересмотреть экономическую политику и распечатать резервную кубышку. Наконец-то об этом заговорили экономисты на самом высоком уровне. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что пора эффективно инвестировать в собственную экономику. Для этого нужно направить сверхдоходы от продажи нефти на развитие сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей. Но для начала придется нарушить так называемое бюджетное правило, согласно которому наши нефтедоллары отправляются за кордон и напрямую финансируют экономику конкурентов. Бюджетное правило – это, будем так говорить, некий порог по ценам на черное золото, которое экспортируется. Вот все доходы, которые получаются от превышения некого такого контрольного уровня, они должны идти в наши суверенные фонды, в резервный фонд и фонд национального благосостояния. Ну, на самом-то деле за этими фондами скрывается просто откровенная, будем так говорить, контрибуция, которую Россия платит Америке за поражение в холодной войне. Потому что значительная часть активов этих фондов размещается в казначейских бумагах Соединенных Штатов. А казначейские бумаги Соединенных Штатов выпускаются для того, чтобы покрывать дефицит бюджета. А дефицит бюджета возникает в связи с военными расходами. То есть получается, что так называемое бюджетное правило легализует финансирование военных приготовлений против Российской Федерации. Фактически нам предлагают, и мы не отказываемся, покупать на собственные деньги веревку, на которую нас хотят повесить. А тем временем в стране нарастает дефицит денег, и одновременно растут социальные и военные расходы. Всем понятно, что налоги повышать не выход. И поэтому для скорейшего пополнения бюджета Минфин, не моргнув глазом, снова предлагает взять взаймы 7 миллиардов долларов на внешних рынках под 7% годовых. А также повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых, на чем нефтяники потеряют более полутора миллиардов долларов только в 2015 году. И это при том, что деньги-то у страны есть свои, только в резервном фонде 3 триллиона, и еще почти 3 в фонде национального благосостояния. Только вот пока они на российскую экономику не работают. Цитата. «Любопытно, что даже после решения США о введении санкций против России и фактического развертывания американцами войны против России на Украине, российский Минфин вложил очередные миллиарды долларов бюджетных денег в кредитование государственных, в том числе военных, расходов противника. Конъюнктурные доходы бюджета, образующиеся за счет роста нефтяных цен, должны вкладываться в кредитование своей, а не чужой экономики». Конец цитаты. Кстати, уже сегодня стране срочно требуется около 700 миллиардов долларов на реализацию государственной программы по развитию сельского хозяйства. Так почему же не поддержать своего сельхозпроизводителя? Почему не повысить предложение сельхозпродукции, что крайне сложно сделать без господдержки? И что происходит на деле? «Нашими бюджетными деньгами наша власть поддерживает американского фермера в три раза больше, чем российского. На российского в этом году тратится 170 миллиардов рублей по всем каналам, так, из бюджета. А на американского мы в год выделяем 17 миллиардов долларов. То есть ровно в три раза закупаем у американского фермера продукцию больше в деньгах, чем тратим на своего российского фермера. В три раза американцев поддерживаем более привилегированно, чем нашего крестьянина». В общем, роем себе яму сами, вместо того, чтобы активно стимулировать экономический рост. А экономика у нас сегодня практически остановилась и простаивает без инвестиций, которые невозможны при очень высокой ставке рефинансирования, то есть процента, под который Центробанк кредитует отечественные банки. «Экономическая ситуация ухудшается. Мы вот видели, да, на текущей неделе Министерство экономического развития понизило прогноз по росту экономики на следующий год, на 16-й год. Прогноз по инфляции повышен, и налог с продаж уже включают, то есть собираются вводить в следующем году. Правительство, в том числе Министерство финансов, будет любыми способами, вот именно, я подчеркиваю, любыми, вытаскивать дополнительные доходы из экономики. Вот абсолютно любыми. Мы находимся на таком фантастическом уровне дефицита денег, когда нам нужно резко повышать уровень рентабельности в экономике. И вот это, кстати, единственный вариант, при котором прекратится отток капитала». Чтобы прекратить отток капитала, который вместе с бюджетным правилом наносит еще один ощутимый удар по нашей экономике, необходимо ввести запрет, для чего нужна политическая воля. 70% всех транзакций проводят государственные банки. Нет проблем осуществлять за ними контроль. Только за последние годы, по разным оценкам, из России было вывезено от одного до двух триллионов долларов капитала. И не менее половины этой гигантской суммы осела в американской финансовой системе. «Пока даже никто всерьез не поднимал вопрос о том, что необходимо ввести запрет или ограничение на трансграничное движение капитала. Безусловно, что если бы такое решение было принято, то это вызвало бы действительно очень бурную реакцию со стороны Запада. Потому что перекрытие свободного движения капитала позволило бы нам защититься от этой эксплуатации, от этого контроля. И это, в общем, ломает все замыслы нашего геополитического противника». Страну лишили внутреннего источника кредита, сделав его чрезмерно дорогим из-за привязки к доллару. А недостаток внутренних рублевых кредитов отечественные банки и корпорации пытаются компенсировать внешними займами, что влечет чрезвычайную уязвимость России от финансовых санкций. Только на обслуживание нашего госдолга в этом году идет 570 миллиардов рублей, что, конечно, только на руку США, которые будут делать все, чтобы такой статус-кво сохранялся как можно дольше. «Америка создала нам вот такие сверхвысокие цены на нефть, ну, не только нам, в обмен на то, что мы будем держать деньги там и покупать товары там, безусловно. Если мы нарушаем правила игры с точки зрения американцев, значит, американцы считают, что были какие-то правила игры, их нарушили, значит, они поступают с нами так, как они считают нужным. Как говорили во Великой Отечественной войне, Вторую мировую, врага надо знать в лицо». Нынешний момент как никогда удачный для наиболее эффективных вложений в экономику страны. В России еще остался научно-технический потенциал для совершения технологического рывка. Поэтому заработанную валюту требуется использовать совсем по-другому. И, наконец-то, звучат разумные голоса о том, что необходимо остановить деиндустриализацию. И сегодня то, что мы на экспорте заработали, нужно с колес пускать на закупку импортного оборудования, а в перспективе налаживать и производство своих собственных средств производства. И тогда пресловутые импортозамещения превратятся из громких слов в практические дела. Георгий Крисенко, тема недели. О том, как непродуманно ведет себя нынешнее российское правительство в сфере инвестиций и накоплений, и о том, как это делать с пользой для успешного развития национальной оборонной промышленности и промышленности вообще, мы беседуем с нашим гостем Павлом Дорохиным, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по промышленности. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Добрый день. Итак, давайте начнем, сразу возьмем быка за рога. Запад обложил наш санкциями, и надо думать, еще обложит, за ним не заржавеет. Главным образом они направлены на то, чтобы отсечь нас от высоких технологий. Что делается в ответ на это? Делается ли вообще что-нибудь? И есть ли хоть какой-нибудь план, как с этим бороться? Да, вопрос очень серьезный для развития нашей экономики и промышленности. И хотелось бы сказать то, что о необходимости опираться на собственные силы по большинству технологических направлений мы говорили в Комитете по промышленности давно. У нас сложилось консолидированное мнение всех фракций. Инициатива была у фракции КПРФ, которую я представляю, о необходимости модернизации нашей промышленности, нашей экономики. И такая программа была разработана, она так и называлась, модернизация без остановок, которую около двух лет назад мы предложили премьеру Медведеву, когда он был назначен премьер-министром. Соответственно, как продолжение этой программы мы подняли вопрос о необходимости разработки закона промышленной политики, который бы на долгосрочную перспективу с планированием на 3, 6, 12 и 30 лет дал бы этапы развития промышленности в плане средств по отраслям и по направлениям. В частности, приоритет мы выделяли развитие обороны промышленного комплекса, как самого технологичного. Дальше это машиностроение, авиакосмическая промышленность, авиационное строение, судостроение и так далее. И сейчас, благодаря тому, что понимание есть, этот закон о промышленной политике, законопроект был подготовлен при поддержке нашего комитета и внесен на первое чтение в Государственную Думу. 23 сентября он должен быть рассматриваться. Вот это будет первый этап проведения этого закона, как раз связанный будет с импортозамещением. А то, что работы предстоит много, то, что в принципе, когда у нас был период бурного развития, особенно когда на Россию капал золотой дождь в середине 2000-х годах, уповали вот на импорт тогда. Была ошибочная, в общем-то, эта стратегия. Потом кризис экономический 2008 года поставил все на свои места. И сейчас, когда Россия демонстрирует жесткую позицию в отношении гегемонизма и доминирования США, когда так называемое западное сообщество вводит секторальные санкции, причем по всем направлениям. Естественно, мы должны сейчас будем развивать вопросы, связанные с импортозамещением. Давайте возьмем конкретный пример. С Украиной сейчас у нас дела сложные, связи с ней экономические почти разорваны. Но ведь у нас была достаточно мощная кооперация в сфере промышленности, причем в сфере военной промышленности, и в авиа, и в ракетной сфере. Ну вот, что теперь будем делать в этой ситуации? Вы правильно ставите вопрос. Когда майдановские события стали разворачиваться самым наихудшим образом, когда власть в Киеве стала захватывать вот эта такая фашистовующая клика, то вопрос они прямо поставили. О том, что после воссоединения Крыма с Россией мы должны перекрыть поставки наших смежников в Россию. А у нас это 143 предприятия только на Украине, которые работают с нашими смежниками. Это, прежде всего, самое крупное предприятие Южмаш, которое поставляет нам и обеспечивает ремонт и обслуживание стратегических ракет РС-20 воеводов. Самых крупных ракет, которые на Западе имеют название «Сатана» СС-18 по нацистской классификации. Это, безусловно, «Моторсич», крупнейший Днепропетровский завод, который производит все виды авиационных и вертолетных двигателей, используется у нас в половине самолетов и вертолетов. Это предприятие «Нива», я перечисляю только самое крупное, которое находится в Николаеве и делает турбины для боевых кораблей и скоростных катеров. И целый ряд других предприятий, по которым и в танковом направлении Харьковский завод, и другие предприятия в праней электронике. И мы, когда провели обзор этой ситуации, мониторинг ситуации, то на имя президента, на руководство страны была подготовлена докладная записка о том, что в случае разрыва вот этих связей под давлением натовцев мы сможем в обычном режиме, где-то 5-6 лет на восстановление и производство аналогов у нас, в ускоренном режиме, вот сейчас уже рассматривали ускоренный режим, это 2-3 года. Прежде всего это связано с тем, что нужно будет достраивать корпуса заводов, закупать технологии, и дополнительные затраты будут исчисляться миллиардами долларов, где-то 10-15 миллиардов долларов. Это все очень серьезно. И наши оппоненты, которые контролируют власть в Киеве, заокеанские оппоненты, они как раз на это и делали упор, чтобы блокировать поставки запчастей, это существенное будет уязвимое место для России. И вот исходя из этого, мы поэтому и говорим, что нужно сейчас в плане оборонной промышленности ввести мобилизационные методы работы, более жесткий контроль за средствами, переходить на систему жесткого планирования, система госплана у нас была, она в новых рыночных условиях может быть восстановлена. И именно благодаря этому мы сможем преодолеть вот эти последствия. Я не говорю, что они катастрофические, но вот по 20 предприятиям они критические. Вот чтобы эта критическая фаза не перешла в фазу, значит, огромных потерь, я говорю, нужно сейчас правительству сконцентрироваться, а комитет по промышленности в этом поможет. Так работа уже делается или только планируется? Работа уже делается. Потому что когда стали происходить события на Украине, Новороссии и в Крыму, мы подготовили материалы, встречались и с вице-премьером Рогозиным, ведущим военно-промышленную комиссию. Значит, и как законодательная власть мы подсказывали ходы. Значит, исполнительная власть в лице ВПК эти ходы поддержала. Они сейчас решают это на своем уровне, но нужно время. Нужное время, естественно, за 5 или 10 дней, за полгода, год это не сделаешь. Сейчас много говорят, что санкции должны взбодрить нашу промышленность, нашу экономику в целом. Ну, конечно. А где деньги на это взбодрение? Есть ли они? И много ли их? И хватит ли их? Деньги есть. Деньги – это деньги стабилизационного фонда, фонда будущих поколений. Большая часть которых находится в зарубежных банках. И огромная часть в американских банках. Мы предлагали еще несколько месяцев назад руководству страны поэтапно, хотя бы по 10% в год, переводить эти средства в развитие инфраструктурных проектов, промышленного развития. Я думаю, сейчас правительство это осознало, и постепенно такой подход будет поддержан. Деньги будут переводиться. Не держаться по государственных казначейских обязательствах Федеральной резервной системы США под 1,5-2% в годовых. Потому что это безумие, бессмыслица. А вкладываться в свою промышленность и давать развитие. Вот вы сейчас говорили о том, что надо бы постепенно вытаскивать деньги из американских банков и переводить их внутрь страны, в Россию. Это имеет какие-то технические, политические сложности. Почему, собственно говоря, это не делалось раньше? Потому что была отработана другая схема резервирования наших ресурсов. Естественно, она при министре Кудринь 10 лет отрабатывалась, и ее за один день не переведешь. Тем более, что, как мне даже наши некоторые зарубежные партнеры, в частности, я, как помню, встречался с лидером, с советником президента Сирии несколько лет назад. Он мне прямо сказал, говорит, вот вы держите деньги в банках США, если вам они понадобятся, вам понадобятся сразу какие-то большие суммы. Это не факт, что вы их еще оттуда сможете забрать. Вот, именно это я и имел в виду. И поэтому, поэтапно, это нужно делать, поскольку есть не только корзины валют, связанные с долларом и с евро, а есть другие валюты. Есть у нас просто покупка золота, других эквивалентов, которые мы можем. Надо деньги постепенно оттуда возвращать. И последний вопрос, если позвольте. Вы уже говорили, что коммунисты внесли в Думу и продвигают пакет законов по стимулированию нашей собственной промышленности. Ну, поскольку вы думский деятель, велики ли шансы этот закон продвинуть, провести? И как скоро его можно ждать? Мы его готовили в составе совместной межведомственной рабочей группы почти два года. Значит, со стороны Госдумы сопредседателем был я. В нее входила торгово-промышленная палата. Там был представитель комитета по промышленной политике, торгово-промышленная палата России. Академия наук входила, консультировали нас академик Примаков, в частности, при подготовке этого законопроекта. И нынешний советник президента Глазиевский, которым я тоже встречался и давал ему экспертную оценку. После того, как несколько встреч произошло нашего лидера Геннадия Зюганова с президентом Путиным, президент концепцию поддержал. После этого была создана уже совместная рабочая группа с Министерством промышленности и торговли, куда вот от нашего комитета я тоже был делегирован. И мы фактически сделали консолидированный законопроект, который внесен уже был от правительства, внесен Министерством промышленности. И сейчас, я думаю, уже никаких препятствий для его прохождения не будет. Значит, согласована дата его, как я сказал, по-моему, это 23 сентября. Первое чтение. И до конца года второе, третье чтение. С тем, чтобы, значит, уже в 15-м году этот закон заработал. Ну вот хоть что-то хорошее и приятное. И давайте на этой приятной ноте завершим нашу беседу. Я хочу напомнить, сегодня в гостях у нас был Павел Дорохин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по промышленности. Большое спасибо, Павел Сергеевич. Вам тоже спасибо. Теперь коротко о других важных событиях этой недели. Министерство сельского хозяйства России зафиксировало рост цен на мясо, рыбу и другое продовольствие в ряде регионов до 40% после введения продовольственного эмбарго. Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев предложил странам ОСАН увеличить экспорт агропромышленной продукции в Россию. В то же время группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о государственном и муниципальном регулировании цен на продовольственные товары. В Европе прошла волна акций протеста против антироссийских санкций. Фермеры, а также крупные поставщики и производители выступили с критикой политики Брюсселя и Вашингтона в отношении России. К ситуации на Ближнем Востоке Временное правительство Ливии под руководством Абдулла Абдурахмана Ат-Тани подало в отставку. Соединенные Штаты заявили о возможности военной операции против боевиков группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке, которые провели массовую казнь 150 сирийских военных, захваченных в ходе недавних боевых действий. В начале этой недели очередной скандал разразился вокруг наших пенсионных накоплений. Около 11 миллиардов никому не принадлежащих рублей обнаружились в Пенсионном фонде России. Бесхозные деньги всплыли в ходе проверки работы Пенсионного фонда счетной палатой. Согласно результатам отчета аудиторов с 2002 по 2012 годы, фонд поступило более 2 триллионов рублей на формирование накопительной части пенсии граждан. Однако, как оказалось, по счетам разнесли не всю сумму, и разница составила ни много ни мало, как 11 миллиардов рублей. В наших пенсионных делах разбиралась Регина Лисаченко. В Пенсионном фонде ошибки списывают на работодателей, которые неверно заполнили отчетные документы. Со своей стороны независимые эксперты считают, что налицо сбои в самой учетной системе Пенсионного фонда. Вопрос, как распорядиться анонимными средствами, пока остается открытым. Возможно, что каких-то из этих людей найти уже нельзя. Они, возможно, вообще не в стране сейчас. И если это были трудовые мигранты. Поэтому какая-то часть, я думаю, останется, и тогда, видимо, она будет в солидарную систему. Хотя, точно сказать ничего нельзя, это зависит от Пенсионного фонда. Пенсионная тема сама по себе стала одной из самых горячих этого уходящего лета. В начале августа правительство продлило заморозку накопительной части пенсии на 2015 год. В своем заявлении глава Минтруда Максим Топилин отметил, что эта мера вызвана неэффективной организацией накопительной компоненты. Цитата. Выгоду в данном случае получают только финансовые организации, поскольку им, по сути, государством в обязательном порядке перечисляются взносы граждан в огромных объемах, тогда как никакой реальной ответственности, в том числе взымания с них процентов, за пользование взносами граждан они не несут. Конец цитаты. 70% этих средств в среднем направлялось на покупку госбумаг. То есть перекладывалось из одного государственного кармана в другой. В результате этого сложного контура единственные выгоды приобретателей были те, кто получал с этого комиссии. Это управляющие компании и негосударственные инвестиционные фонды. Начиная с 2002 года, когда была запущена пенсионная реформа, операторы фондового рынка, посредники в лице банков и различных негосударственных фондов ежегодно за просто так получали около 600 миллиардов рублей. Реакция обиженного в кавычках рынка не заставила себя ждать. Национальная ассоциация пенсионных фондов назвала планы правительства отменить накопительную пенсию экономической диверсии. Развернута очень активная компания в СМИ в защиту накопительной. Эта компания развернута и проплачена индустрией негосударственных пенсионных фондов. И есть тезисы в том, что активно говорится из всех СМИ, и эти тезисы просто неверны. Это просто ложные тезисы. Вот опять же тот же самый, например, тезис о том, что ваши деньги пропадут без следа, если вы переведете, если они будут переведены в солидарную систему. Это неверно. Напуганные такой перспективой лидеры трех профсоюзов, бюджетников, работников здравоохранения, народного образования и культуры направили на имя президента России Владимира Путина письмо с просьбой сохранить накопительную часть пенсии. Цитата. Для работников бюджетной сферы наличие накопительной пенсии необходимо. Только это позволяет им рассчитывать в будущем на улучшение своего пенсионного обеспечения. Конец цитаты. Мы ведь давно уже включены в процесс вообще всех этапов обсуждения и развития пенсионной реформы. А ведь это уже длится несколько лет. При каждом варианте принятия стратегии развития пенсионной реформы так или иначе мы понимали, что она не встраивается в бюджетную сферу по эту реформу. Почему? Потому что там, предположим, есть такой очень важный момент, когда предоставляется возможность для обеспечения достойной пенсии в будущем, возможность создания корпоративных пенсионных фондов. Но эта возможность предусмотрена только для работников, которые работают в производственной сфере. Правда, через несколько дней Российский профсоюз работников культуры отозвал свою подпись под письмом к Путину. Скорее всего, министр культуры пожурил своих подчиненных, которые не согласовали с ним свое решение. А может, действительно, как сказано в заявлении, опубликованном на сайте Министерства культуры, первичные профсоюзные организации не согласились с позицией ассоциации. Похоже, последние, в отличие от своих лидеров, знакомы с математикой. Средняя годовая доходность, которую показывали негосударственные пенсионные фонды в последнее время, примерно 4%. Для сравнения, страховую часть государства индексировала ежегодно как минимум на 10%. Выходит, что пенсии сегодня могли быть выше, если бы накопительную пенсию вовсе не вводили. В прошлом году был принят пакет пенсионных законов, и этот пакет сделала накопительную часть пенсии добровольной. Но тогда социальный блок правительства очень хотел и настаивал на полной отмене накопительной пенсии, потому что она неэффективна, но сил тогда не хватило. Ничего нового в таком решении нет. Фракция КПРФ в Государственной Думе изначально предлагала взять за основу пенсионную реформу, которая была в СССР. И которая работает во многих западных странах сейчас, например, в Канаде. Это чисто солидарная система. Все, что собирается, все взносы раздаются нынешним пенсионерам. Но это не означает уравнительности системы, потому что все эти взносы, все это записывается на индивидуальных счетах. И будущие пенсии практически пропорционально собранным взносам. В сентябре текущего года может быть принято решение об упразднении накопительной части пенсии. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. Очевидно, правительство тем самым хочет убить двух зайцев, ликвидировать финансовую пирамиду по отмыванию денег. С другой стороны, появляется возможность маневра по увеличению нынешних пенсий. Ну что ж, поживем, увидим. Ну вот на этом пока все. Хороших вам пенсий, как, впрочем, и хороших зарплат. До следующей пятницы и будьте здоровы.